Ташкент, как и весь Узбекистан, в последние несколько лет переживает строительный бум. Возводятся здания и целые районы. Где-то строительство не мешает благоустройству и городской инфраструктуре. Где-то все это создается параллельно застройке. Но на Сергили, на новых третьем, шестом, восьмом и девятом А кварталах, где дома были сданы около года назад, проблемы с инфраструктурой, к сожалению, до сих пор остро ощутимы. Мы находимся не в каком-то заброшенном городе, а в самом новом районе Сергили. Дома, которые находятся сзади меня, сданы в эксплуатацию примерно год назад. Здесь живут люди. Но развитой городской инфраструктурой здесь даже и не пахнет. Тротуар, на котором я стою, состоит из камней и гравия. На самом деле ночью ходить по нему достаточно опасно. Фонарные столбы не оборудованы фонарями. Соответственно, ночью здесь царит кромешная тьма. И находиться здесь, передвигаться крайне небезопасно. Если еще учитывать во внимание, открытые канализационные люки, которые здесь разбросаны в нескольких местах. А между тем, в каждом квартале Сергилея живет порядка 8 тысяч людей. На дорогах проложен свежий асфальт. Но общественного транспорта в новых районах до сих пор практически нет. Можно целый час прождать автобус на остановке, но так и не дождаться его. По транспорту скажу. Транспорт здесь очень проблематичный. В течение года, как я понял, здесь транспорт не ездит. Здесь недавно только одну маршрут на такси поставили, 81-я. И все. Остальные ездят только на такси. Если люди собираются идти до конечного автобуса 38-го, 7-го квартала Сергиля, то это получается 2 или 3 километра от нашего дома или, скажем, от этого квартала. Сколько это будет стоить, то есть доехать на такси до ближайшей остановки? Если легковая машина, то с человека, в среднем 4 человека, по 2-3 тысячи берут. Маршрутки тоже так же. Это до МАЗа, я имею в виду. Если, например, до метро, то с человека по 5 тысяч, по 6 тысяч. Ну, по карману очень сильно бьет. По словам Рустама Абдурахманова, когда они с другими жителями обращались в организацию ТОС Шахар Транс Хазмат, внятного ответа, когда именно полноценно запустится городской транспорт, они не получили. Поликлиника немножко далековато, а вот школа и детские сады очень хорошо построены. Действительно хорошо. Можете вот посмотреть, справа у нас школа и детские сады. Они прямо внутри квартала. Очень удобно. С левой стороны тоже школа и детский сад. Очень удобно сделано. Насчет этого проблем нет. Проблема только в основном транспорте. Вторая, не менее значимая проблема жителей района – отсутствие мусорных контейнеров вблизи многих домов, из-за чего мусор скапливается во дворах, либо на обочинах дорог и в арыках. В последнее время, можете посмотреть по этим кварталам, мусорку не убирают. Раньше убирали, улицы чистили каждую неделю. Сейчас и этого нет. Просто непонятно, в чем вообще процессы в них. Куда они смотрят? Касательно мусора, куда люди выносят мусор и где его оставляют? По мусору некоторые люди прямо в парадную оставляют. Потому что, когда в селе Алиса говорили, что каждые три дня или в неделю будет машина раз приходить, забирать, сейчас уже в течение месяца машина уже не ездит. Начало года машина была, стабильно приезжала, забирала. Сейчас, наоборот, если пройтись по кварталам, вы видите, каждую парадную стоят в мусорке, мешками, пакетами. И мусор даже не убирают. А аллеи, улицы, они чистили каждую неделю. Если пыль, грязь, подметали, поливали. Если дождь, снег, то убирали грязи, камни. Сейчас и этого нет. Как рассказал нам собеседник, отходы начали скапливаться с середины января, когда перестала приезжать мусорная машина и приходить уборщики улиц. Ответа от Махсустранц, когда возобновится уборка мусора, жителям также получить не удается. Убрать строительный мусор и облагородить район, со слов одного из рабочих, планируется к Наврузу. Но только в том случае, если не будет мешать погода. А разве ташкентские погодные условия могут быть отговоркой, когда снег выпадает всего несколько раз за зимнее время, а наши дожди – это далеко не ливни. Надеемся, что этот район в ближайшее время получит положительное решение накопившихся проблем.